привет друзья вы находитесь на канале айхаус термоплюс и с вами олег кузбичев и тема сегодняшнего обзора мы опять смотрим наш монолитный дом который у нас никак не может остыть до нуля градусов и ходит очень много мифов что монолитные дома очень холодные да бывают монолитные дома очень холодные но те дома которые построены по технологии хаус термоплюс они довольно таки у нас энергоэффективные об этом можно уже судить именно просмотрев этот ролик сегодня у нас 24 декабря 2020 года на улице у нас пасмурная погода уже неделю кто может кто хочет может проверить берите смотрите геолокацию город муром и также у нас где-то минус 5 минус 12 вот такая температура до нового года нам осталось буквально чуть больше недели а теперь немножко предыстории прежде чем посмотрим температуру вот эти замечательные окна сопротивлением теплопередачи 141 или 142 и с профилем ри хау генн с сопротивление теплопередачи где-то единица они были установлены в начале июня они установлены смотрите в теплый короб этих окон не было этот дом нагрелся сразу объясняю откуда он взял столько тепловой энергии воздух гулял по конструкции за май месяц монолитный железобетон взял и усвоил определенное количество тепла который до сих пор отдать не может после этого дом был закрыт здесь никакие работы не проводились итак дорогие друзья окна геннел входная дверь докс геннел 86 монолитный дом на улице сейчас минус 10 дом без отопления смотрим а сколько какая температура внутри помещения монтаж теплый короб и тем показываю отопление нету нигде на дворе 13 декабря 14 градусов идем второму термометру на втором 13 обратите внимание окно ширина его метр двадцать высота не помню порядка двух метров работает идеально вес створки сто тридцать килограмм все прижимается ничего не провисло сейчас мы подойдем к первому термометру в градуснику кому как нравится так называйте среди приборы измеряем температуру самое главное они показывают то что нам нужно вот на этом у нас приближу где-то 11 градусов на втором будет теплее я объяснял прошлом ролике можете посмотреть вторую серию вот смотрим на этот термометр вот смотрим на этот термометр ну где-то в районе там 14 да где-то 14 градусов давайте пойдем посмотрим на второй этаж вот мы находимся на втором этаже смотрим температуру здесь 10 градусов кстати у нас вот здесь люк никакого не вставлено просто фанера запенена он даже капли есть видно это выход на холодный чердак давайте посмотрим в другом помещении здесь вот ближе к 12 пойдемте еще одно помещение зайдем правда у нас лампочка перегорела но попробуем это все увидеть наверное вот так видно будет уже 9,5 градусов примерно видно вот у нас такие характеристики в этом монолитном доме для тех кто впервые попал на наш канал может быть это будет шок потому что дом не может так долго простоять без отопления чтобы была такая температура но сразу объясню за счет чего за счет высокого коэффициента теплоусвоения именно монолитного железобетона он может накопить самое большое количество тепловой энергии в одном кубе материалов если мы говорим про теплоемкость теплоемкость у монолитного железобетона и теплоемкость у газоблока она одинаковая а вот плотность вот этих материалов она разная и монолитный железобетон именно отвечает у нас за теплоустойчивость помещения а вот у нас снаружи там пир утеплитель 120 миллиметров отвечает за теплоустойчивость здания и также обратим внимание на окна мы видим что окна вставлены в теплый короб из пир плиты 50 миллиметров толщиной давайте даже подойдем поближе посмотрим вот у нас монолитный железобетон вот у нас пир плита 50 миллиметров и только уже потом вставлена рама вот здесь еще пенка немножко монтажная для установки окон у нас вот эта рама конструкция рамы никак не соприкасается со стенами монолитного железобетона то есть здесь окна не вынесены в утеплитель и не крепится на пластинах это такой утепление такой вид установки окон это более холодный если мы уже затронули тему окон то окна если вы вставляете это как рекомендация то у вас должна температура в помещении опускаться не ниже плюс 5 градусов почему именно такую рекомендацию даю потому что ну представляете пластиковая бутылка пластиковая бутылка на морозе сжимается также наши стеклопакеты они могут сжаться при определенных температурах ну представьте у вас внутри минус и на улице там минус там 20 и стоит это полмесяца то есть у нас стеклопакеты они могут сжаться друг к другу а в районе дистанционной рамки вот в этом районе дистанционной рамки они могут просто потерять герметичность так что советую окна вставлять именно тогда когда вы будете уверены что у вас будет температура в помещении зимой свыше 5 градусов в дальнейшем проводить эксперимент смысла не вижу потому что именно уже энергоэффективность этого дома показал вот этот результат который мы сегодня увидели дальше опять же надо купить несколько тепловентиляторов ну скорее всего 4 штуки 2 на 1 этаж левое и правое крыло и 2 1 это на 2 этаж левое и правое крыло для того чтобы надо уже поддерживать температуру тепловентилятором типа ветерок здесь после нового года будут проводиться все-таки у нас какие-то работы потому что сейчас я вот освободился будет проводиться работа именно штукатурка потолков потолки уже подготовлены под штукатурку у нас на них зеркала нету вот они у нас такие ангезия здесь будет уже более такая хорошая но все равно хочется применить технологию как на фасадах попробовать с сеткой и оторвать ну скорее всего в какой-то маленькой комнате но опять же для того чтобы выполнять эти работы нужно более высокая температура потому что при таких температурах выполнять работы это такие мокрые работы здесь он будет сохнуть до весны так что вот энергоэффективность этого дома уже вы видели его нужно подогревать ну вот если бы он с самого начала не допускать чтобы он остывал то фактически 2 максимум 3 часа в сутки в ночное время там электричеством если нету газа подогревать он будет держать температуру в свою сейчас было здесь плюс 20 там 22 25 кто как любит ну конечно условия должно быть сделано утепление все элементы грамотно без брака окна хорошие тоже играют роль теплые откосы которые у нас на окнах стоят тоже роль играют все понемножку и так подписывайтесь на канал не забудьте вставлять свои комментарии обязательно палец вверх ну а тот кто топит за газоблок палец вниз обязательно потому что как же без этого ну все 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 друзья всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч